Несвежский замок Лет назад была обнаружена во время реставрационных работ на территории нашего замка пушка 18-го столетия весит она полторы тонны. Естественно, раньше она была не одна и приходилось поднимать, устанавливать на лафеты. Вот такие пушки с помощью специального приспособления, вот такого подъемника. Некоторые пушки сохранились до наших дней. Их можно смело назвать своеобразными шедеврами литийного искусства. Взгляните, как окутывает тонкая ветвь в пушку под названием виноград. На орудии, которое окрестили цербером, можно увидеть изображение трехглавых псов. На каждой пушке есть интересные девизы в муацинском языке. Например, на винограде написано, пусть все народы будут богаты урожаемой нашей виницы. На цербере, как цербер страшно ручью, и даю солдатам превосходство. Пушки Радивилла не всегда использовали по прямому назначению. Когда в замок приезжали высокопоставленные гости, их выкатывали на улицу и салютовали. На сегодняшний день все восемь пушек сохранились. Правда, часть из них хранится в Варшаю, часть в Питере. Одна пушка находится в Швеции. В мирное время пушки вот такого небольшого калибра привозили сюда, в Арсенал, где они хранились вместе с боеприпасами. Под оружием в Незвежском замке выделили особое помещение – Арсенал. Здесь и сегодня хранятся доспехи, пушки, сабли, мечи, щиты. Среди многочисленных экспонатов есть и свои любимчики. К примеру, этот пистолет. Под Минрамсин такой очень интересный пистолет. Часто можно услышать, что его называют дамским карманом, но на самом деле это пистолет для скрытого ношения системы Дерингер. Такую оружию могли носить даже шпионы. Из пистолета данной системы только другой, третий модель. Во второй половине 19 века был убит, например, американский президент Авраам Линкольн. В одной из витрин хранятся дульнозарядные ружья – гаковницы. На стволе у них есть специальный крюк – гак, который цепляется на стену. Вес такого ружья от 7 до 25 килограммов. В теле резни как минимум 2 человека, так как возникала очень сильная отдача. В качестве пули использовали либо стальные пули, либо для бывшего поражения использовали карточки, то есть гвозди и осколки. Раньше в арсенальном зале был деревянный пол. Ведь здесь долгое время хранились боеприпасы и порох. Солдаты ходили в сапогах со шпорами, и если бы пол был каменным, при соприкосновении могли возникнуть искры и угроза взрыва. Сегодня арсенал Несвежского замка привлекает повышенное внимание туристов, ведь здесь буквально веют истории. Диана Галик, Андрей Кульгавый, Утро Студия. Хорошего настроения.